Несмотря на то, что погашение основного долга и процентов по ипотеке, а также уплата первоначального взноса по кредиту средствами материнского капитала, кажется куда более привлекательной возможностью, в некоторых ситуациях в семье было. Бы удобнее использовать сертификат для погашения ежемесячных платежей по займу. Это относится как раз к ситуации, когда после рождения ребенка работающим остается только один супруг, и погашать ипотеку становится сложно. Из данной статьи вы узнаете, можно ли использовать материнский капитал на ежемесячные платежи по кредиту, как в данный момент закон разрешает использовать материнский капитал при наличии ипотечного займа, кто будет иметь право на погашение ежемесячных платежей из средств материнского капитала, когда можно будет воспользоваться такой возможностью. Как на сегодняшний день разрешается использовать материнский капитал для погашения ипотеки? В настоящее время существует два варианта, как воспользоваться сертификатом на материнский капитал и облегчить бремя родителей по выплате ипотечного кредита или жилищного займа, можно потратить маткапитал на уплату первоначального. Взноса при оформлении ипотеки. В таком случае заявитель получает возможность взять до 2-3 миллионов рублей и купить при помощи маткапитала жилье. При этом не понадобится копить довольно внушительную сумму первоначального взноса 20% от стоимости покупаемого жилого помещения. Можно разово погасить средствами материнского капитала часть тела кредита или процентов за его использование деньгами материнского капитала. В такой ситуации появляется право на внесение в счет долга полной суммы материнского капитала, фактически оставшейся суммы долга или любой части маткапитала на усмотрение владельца сертификата. Задача по выплате ипотеки будет значительно упрощена за счет сокращения периода выплаты ипотеки, размер аннаительного платежа на уменьшается, однако кредит будет выплачен куда быстрее, чем без помощи маткапитала, уменьшение ежемесячного. Взноса по кредиту. Срок выплаты остается прежним, но теперь заемщик должен будет перечислять банку меньшую сумму средств каждый месяц. Такой вариант более выгодный для банка, поскольку возникает переплата по процентам. Для чего предлагается использовать материнский капитал на ежемесячные платежи по кредиту пример? Важно! Если законопроект об использовании материнского капитала с целью погашения ежемесячных платежей по ипотеке будет принят, семьи смогут получить кредитные каникулы на несколько лет, в зависимости от размера кредита, самое трудное. Для семьи время, когда мать или отец сидит с ребенком в течение трех лет и не может зарабатывать деньги. Множество семей в такое время проживает на детское пособие и алименты, поскольку родитель воспитывает ребенка в одиночку для таких семей, подобная мера была бы как нельзя кстати. В течение всего периода кредитных каникул выплаты банку совершаются за счет бюджета пенсионного фонда. К примеру, семья взяла кредит на покупку квартиры в размере 1,800 корджонмос рублей. Сумма материнского капитала в настоящий момент составляет 453,26 рублей. Если, к примеру, ежемесячный платеж составляет 17,00 рублей, родители смогут не платить кредит в течение 453,26, 17,00 равно 26,648, почти 27 месяцев. Если до погашения кредита осталось меньше 27 месяцев, нужно сообщить об этом сотрудникам пенсионного фонда. Тогда на сертификате останется невостребованная сумма средств. Читайте также статью, как оформить ипотеку под материнский капитал. Можно ли использовать материнский капитал на ежемесячные платежи по кредиту? Изначально в тексте федерального закона от 29 декабря 2006 года номер 256 ФЗ не упоминалось о возможности для российских семей совершать ежемесячные платежи по ипотечным займам средствами материнского капитала. Однако о подобной перспективе начали говорить в правительстве в 2017 году впервые предложение поступило от Минстроя РФ. Идею поддержал Максим Топилин, глава Министерства труда и социальной защиты. В связи с этим решено было подготовить соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумой. На сегодняшний день закон о материнском капитале позволяет семьям использовать средства на сертификате в целях разового погашения жилищного займа, тела кредита и процентов по нему, или уплаты первоначального взноса при оформлении кредита. Если же законопроект будет принят, семьи, в которых отец или мать вынуждены на время оставить работу для осуществления ухода за новорожденным до исполнения ему трех лет, получат право на погашение ипотеки из средств маткапитала. Целью нововведения является оказание поддержки семьям, в которых второй родитель временно не способен вносить свой вклад в погашение ипотечного займа. Средства материнского капитала должны компенсировать таким семьям выпадающие доходы за период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Читайте также статью «Материнский капитал под первоначальный взнос по кредиту». Экспертное мнение к вопросу о том, кто сможет направить материнский капитал на ежемесячные платежи по кредиту. Как выразился Никита Стасишин, заместитель министра РФ по строительству и ЖКХ, если позволит семьям использовать материнский капитал на погашение ипотечных кредитов, пока человек не работает, у него не болит голова, как каждый месяц. Платить ипотеку. Однако предполагается ввести некоторые ограничения на использование средств подобным образом, чтобы семьи не думали, что на период кредитных каникул можно уволиться с работы. Маткапитал будет направлен на погашение ежемесячных платежей только для семей, в которых кто-то из родителей оставил работу и ушел в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Получается, что платежи будут перечисляться банку из бюджета пенсионного фонда не дольше, чем в течение трех лет, пока длится отпуск родителя, претендовать на погашение ипотеки маткапиталом смогут лишь трудоустроенные родители. По поводу того, какой именно по счету ребенок дает право на использование маткапитала подобным образом, сейчас неизвестно. Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ, в своей речи упомянул про оказание помощи многодетным семьям, то есть в которых родился третий ребенок. Читайте также статью «Погашение ипотеки средствами материнского капитала». Законодательные акты по теме. СТ-256 ТК РФ об отпуске по уходу за ребенком до трех лет, Федеральный закон от 29 декабря 2006 года, номер 256 ФЗ, о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, типичные ошибки. Ошибка. Семья собирается частично направить материнский капитал на первоначальный взнос по ипотеке. Оставшуюся часть предполагают потратить на ежемесячные платежи по кредиту. Комментарий. В данный момент погашать ипотеку средствами маткапитала в форме ежемесячных платежей не разрешено законом. Деньги можно потратить исключительно на первоначальный взнос. Ошибка. Оба родителя в семье не работают. Они собираются погашать взятую ранее ипотеку средствами маткапитала. Комментарий. В данный момент законом не разрешено погашать ипотеку материнским капиталом. Однако, даже если такой закон будет принят, рассчитывать на подобное распоряжение средствами могут только трудоустроенные родители. Ответы на распространенные вопросы о том, можно ли направить материнский капитал на ежемесячные платежи по кредиту. Вопрос номер один. Можно ли в 2020 году использовать материнский капитал на ежемесячные платежи по кредиту? Ответ, пока неизвестно. Проект только разрабатывается, однако в настоящее время решение не было принято. Возможно, предложение будет отклонено, и семьи не смогут погашать ипотеку маткапиталом. Вопрос номер два. Можно ли будет использовать материнский капитал на ежемесячные платежи по кредиту сразу после оформления сертификата на маткапитал? Или придется дожидаться, пока второму ребенку не исполнится трех лет? Ответ на сегодняшний. День проект только разрабатывается, и пока что неизвестно, какие конкретно условия будут предложены. Вероятно, воспользоваться правом на погашение ипотеки средствами маткапитала станет возможным только после рождения третьего по счету, а не второго ребенка в семье. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!